Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня наш очередной вебинар. Тему я выбрала уже под конец года, такую, которая достаточно актуальна, но, скажем так, встречается в жизни каждого ребёнка, но не всегда это то, о чём мы сегодня будем говорить. Все вопросы, пожалуйста, задавайте в чат вопросы, чтобы не выискивать, потому что уже достаточно много слушателей, чтобы я могла на них ответить. Ну и поговорим мы сегодня о детском воровстве, о причинах этого воровства и коррекции. И, ну, что такое воровство? Сами для себя определяем мы это тогда, когда берём чужое. Брали ли вы в своей жизни хотя бы один раз что-нибудь чужое? Только не говорите, пожалуйста, что этого в вашей жизни не было. Что такое чужое? Чужое всё то, что не принадлежит мне лично. Значит, это чужое. А чужое что может быть? Денежка, которую нашёл на дороге и забрал её себе, она ведь чужая. Взял конфетку без спроса у другого ребёнка на столе. Это тоже чужая конфета. То есть здесь смысл не в том, насколько объёмно и насколько дорогостояще тот, что он взял, а сама суть того, что ребёнок взял чужое. Естественно, что определение воровства, оно будет разным у каждого возраста. И вот давайте мы с вами рассмотрим, какие возраста и почему, в какие возраста ребёнок берёт чужое. И причина. Вот смотрите, 2-4 года. Это тот период, когда ребёнок наиболее часто, неосознанно берёт чужое. Потому что не сформировано. Ольга Генриховна. Ольга Генриховна, прошу его просто на просто. И вот эта импульсия, которая свойственна этому возрасту, заставляет ребёнка взять, если он этого обучит. Сейчас, коллега, спикер нас не слышит, сейчас попробуем. Степень высокая. Ну и взял. Несмотря на то, что это не принадлежит ему. 4-6 лет. В этот период мы как раз и эмоции все сформированы. И мы берём с вами те моменты, которые касаются именно формирования нравственности. То есть каких-то определённых чувств. Что такое нравственность? Это следование каким-то общепризнанным, общечеловеческим принципам. Моё и не моё. Личное пространство, личная собственность и так далее. Но поступки ещё остаются импульсивными. Потому что вот этого предсказания будущего, что меня ждёт в результате этого поступка, естественно, у ребёнка ещё не может быть. Но мы обязаны формировать. Где происходит это формирование? Естественно, прежде всего в семье. И потом, как одну из причин проблем семейного воспитания, мы с вами будем говорить чуть ниже. Следующий возраст у нас 6-7 лет, предшкольная и первый класс. И вот здесь формируется уже произвольное поведение, которое подчиняется внутренним социальным нормам. То есть вот как раз вырабатывается кодекс вот этих социальных норм, которым он будет подчиняться или не подчиняться. Но, опять же, смотрите, здесь импульсивность сохраняется, но формируется уже что? Формируется уже вот этот социальный интеллект и тот самый лобный контроль, то есть лобная доля начинает включаться и контроллеры поведения начинают действовать. И уже социальная норма в сознании есть, в памяти где-то, но не всегда ребенок пользуется этой нормой, потому что он до сих пор еще импульсивен. Причем, смотрите, мы говорили с вами о синдроме эмоционального выгорания, задержке психического развития и говорили, что начало вот этих проблем возникает, приходится именно на 6-7 лет. То есть тогда, когда начинают предъявляться повышенные требования к ребенку. Ну и здесь уже, в общем-то, серьезно проявляет себя темперамент. Повышенная активность, двигательная, речевая, эмоциональная, она не всегда является чем-то болезненным. Ну, например, как синдром дефицита внимания с гиперактивностью, да, а именно связанность темперамента. Ну, это холерик, типичный холерик. Если это просто темперамент, значит, нормы будут усваиваться. Если, к сожалению, это связано с невротическими какими-то реакциями, психическими травмами, которые происходят у ребенка, ну или какие-то серьезные психические направления, вот я сделала, как пример, олигофрения, потому что олигофрения, к сожалению, в этом возрасте, они импульсивны во всем. И контроллер поведения у них будет формироваться где-то в старшем подростковом и юношеском возрасте. То есть проблема серьезная достаточно. Поэтому социальные нормы есть, но они не усвоены и как навык используются. Умение, да, то есть он может объяснить, что чужое брать плохо, за это меня накажут. Но как только появится что-нибудь чужое, он сразу же это чужое присовокупит к своему и скажет, что так и было. Нормально это или ненормально? Да, в принципе, это соответствует возрасту, но мы не можем сказать, что это нормально, потому что, к сожалению, стереотипное поведение, связанное вот с тем, что ребенок берет, начинает брать систематически что-то чужое в этом возрасте, к сожалению, приводит к тому, что это становится нормой поведения для него. Я вам приведу пример. Школа Малышок, мы занимаемся с ребятами, а у меня огромная игровая комната, 40 квадратных метров, там много чего очень интересного, всякие коробочки, которые можно открывать, потому что те, которые нельзя, они закрыты, потому что есть, сами понимаете, есть мелкие вещи, есть электричество и так далее. Поэтому, естественно... Да? Да? Вот так. Зависли, что ли, мы? Что-то непонятно. Поняла, поняла. Ольга Геннадьевна, звук... Так, а что с звуком? Микрофон, звук скачет. А что он скачет, что ему надо? У вас то тише, то громко, микрофон попрежит. Микрофон попрежит. Хорошо, попробуй сейчас. Ага, спасибо. А вот, естественно, что вот в этом, вот этот, ну, возраст, он наиболее оптимальный для этого. Так вот, школа малышок, ребенок, шести лет, играет в комнате, в игровой комнате. А в коробочках лежит очень-очень много всего того, что, в принципе, я могу отдать ребенку, когда он попросит. И объяснит, аргументирует, зачем ему это надо. Ну, и вот этот малыш играет, задерживается чуть-чуть, группа вся уходит. И он уходит. Ну, уходит как-то так очень насторожен, скажем так, тревожит и насторожен. Что делать? Ну, значит, что-то не то. Вот через две минуты буквально возвращается с мамой. Мама вытаскивает. Так, звук есть или нет? Напишите, пожалуйста. Поставьте плюсики, если звук есть, если нет, то поставьте минус. Есть, хорошо. Значит, естественно, что мама вытаскивает у него из кармана кучу разных бусинок, всяких разных камешков, ну, которые мы используем для различных игр, для различных поделок и так далее. Он воспринимает это как то, что ему нужно было. И он взял. Я говорю, Тимур, ну тебе ведь уже много раз всем ребяткам объясняли, что если тебе что-то нужно, спроси. Если эта вещь действительно необходима тебе, я тебе ее дам, если можно. Девочки, не могу понять, что со звуком. Звук реально все есть. Звук настроенный очень сильно, поэтому не могу сказать. Сижу уже в микрофоне. Следующий возраст, который мы с вами рассмотрим, это 8-11 лет. Воровство здесь уже связано, неосознанно оно так же, но связано именно с недостаточным развитием волевой сферы. Желание преобладает над тем, чтобы сказать нет самому себе. Не получается. Но здесь присоединяется уже то, что ребенок уже испытывает стыд определенный. Но стыд, как видите, в некоторых ситуациях он заканчивает такое поведение, то есть ребенок ведет себя адекватно. Но если стыд слабый достаточно, не сформировано чувство стыда у малыша, то, естественно, что он будет продолжать делать такие поступки. 12-15 лет осознанно, полностью осознанно, или уже стало вредной привычкой, или является проявлением определенных заболеваний. Об этом немного позже. Следующее. Что же... Есть три группы, большие группы, которые как раз и являются основными причинами детского воровства. Первое. Сильное желание понравившейся вещью обладать. Вот здесь, вопреки голосу совести, но совесть у 4, 5, 6, 7-летнего ребенка недостаточно еще. Поэтому, естественно, что мы говорим уже больше о том возрасте, когда это более осознанный акт. Серьезная психологическая неудовлетворенность ребенка. Прежде всего, фрустрация эмоционального общения с близкими, с родными, с родителями. И третий недостаток развития нравственных представлений и воли. Но это прежде всего, конечно же, патологическое семейное воспитание, которое, к сожалению, у нас встречается и достаточно серьезно встречается. Так, следующий момент у нас. Ну и давайте мы с вами разные аспекты посмотрим, почему ребенок, в общем-то, как мы будем рассматривать детское воровство. Прежде всего, это правонарушение, за которое несет ответственность с определенного возраста гражданин Российской Федерации и различные наказания за это бывают. Значит, как мы будем рассматривать? С помощью воровства ребенок пытается социализироваться. А социализироваться больше всего в той асоциальной семье или среде, в которой он пребывает значительное время. Это может быть именно семья, может быть то подростковое окружение вокруг ребенка, ну и где, собственно, даже воровство не является только нормой. А вот сейчас мы знаем с вами, что это прописка так называемая, когда, чтобы вступить в асоциальную подростковую группу, необходимо завоевать или подтвердить свой авторитет в группе именно. И наиболее адекватно для этих подростков это что-то взять чужое, потому что это более доступно. Следующие моменты. Так, медико-биологический аспект. Медико-биологический аспект. Дело в том, что воровство как психическое расстройство было именно выделено в МКБ-10 уже в начале 90-х годов. В пересмотре в 11-м клептомания, этому есть термин, относится к психическим и поведенческим расстройствам. Есть определенный код 6C-91, и, естественно, что оно прописывается в большей степени раньше. Клептоманию рассматривали как дурную привычку. Дурную привычку или преступное поведение. Следующий момент. Медико-биологические аспекты, они достаточно широкие. Дело в том, что... Почему мы относим именно к медико-биологическому аспекту детское воровство? Непреодолимый импульс. Непреодолимый. У кого он может возникать, вот такой непреодолимый импульс, забрать предмет какой-то для того, чтобы... Ну, даже не пользоваться им, а положить куда-то в коробочку, потому что ценности абсолютно никакой этот предмет не имеет. И смотрите, клептомания проявляется в том, что напряжение растет, растет, растет у человека, у ребенка, у подростка, у взрослого. И ему необходимо просто вот это напряжение достигает такой высоты, что ему срочно нужно что-то взять. Как только он берет, он испытывает большую степень удовольствия и облегчения, потому что он... Вот это напряжение, которое за ним шло по пятам, оно снижается резко. Я не понимаю, почему звук прыгает. Это не во мне, я сижу на одном месте, смотрю в камеру и говорю на одном расстоянии. Это связано не с тем, что я хуже или лучше говорю. Но, смотрите, у ребенка потом возникает чувство вины или тревоги. Тоже. Но в тот момент он ничего не видит и не слышит. Ему только хочется взять эту вещь. Так, следующее. Психологический аспект детского воровства. Почему ребенок ворует? Смотрите. Это способ восстановления утраченных взаимоотношений родителей ребенок, агрессии любой против любого человека или против какой-то конкретного действия, поведения другого человека, высказываний каких-то, защиты от страха. То есть взял и вот, посмотрите, это напряжение, да. И это напряжение может агрессией, а может страхом проявиться. И чтобы снизить накал вот этой эмоции, он берет чужое. Чужое. Поэтому и есть факт воровства. Следующий способ быть наказанным. Парадоксально, но вот смотрите, это в чистом виде садомазохистские отношения между родителями и ребенком, между взрослым человеком или более взрослым, чем этот ребенок. Почему? Потому что другим способом привлечь к себе внимание ребенок не может в реальной жизни. И он, чтобы привлечь внимание, он берет чужую вещь, причем делает это намеренно, не скрываясь, и получает за это внимание, пусть даже в виде наказания. Вот такая, к сожалению, ситуация. Возможность восстановить или повысить самооценку. А я вот такой, вот у нас была такая группа пятиклассников, потопали в магазин. Один другим говорит, да я такой крутой, хотя в классе он совершенно непринимаемый. Но вот таким образом он хотел доказать, что он уже несколько раз в этом магазине воровал конфеты, шоколадки, естественно, что он, ну и пошел. Ну, взяли его с поличным, что называется, хотя он пытался доказать, что мальчики его заставили. Ну, мальчики хором там пять человек было, они хором объяснили всю ситуацию, слово-слово, как это было, потому что он их провоцировал уже несколько дней, оказывается, на то, чтобы быть зрителями его воровства. Реакция на семейную тайну. Ну, семейная тайна для каждой семьи, она будет своя, но факт тот, что не разглашать, не разглашать. Несформированность волевого поведения, о чем я тоже уже вам говорила, то есть невозможность самому контролировать свое поведение. Ну, вот смотрите, все, импульсивность, импульсивность и так далее. То есть вот сейчас те предрасполагающие факторы, которые, собственно говоря, приводят вот именно к тому, что ребенок совершает от воровства. Что такое импульсивность? Это как раз сильное желание, очень часто оно быстро возникающее или внезапно возникающее. И вот смотрите здесь, от хозяина не убудет, а мне уж сильно хочется. Ну, конфета действительно, это не будет таким уж тяжелой потерей для другого ребенка, а ему уж очень эту сильно конфетку хочется, очень сильно. Ну, и это вот как раз чаще всего это холерики. Ему потом будет стыдно, он будет искренне извиняться, но тем не менее. Что делать для того, чтобы не допускать вот этих серьезных правонарушений, которые могут испортить существенно на ребенку жизнь? Что мы будем делать? А дело здесь достаточно просто. Контроль за этим ребенком. Беседы, объяснения, почему нельзя брать чужое, к чему это приведет, постыдить, чтобы чувство стыда у ребенка формировалось достаточно серьезно. Вот, и естественно, вот в этом случае, когда воровство было совершено именно в процессе провоцируясь импульсивностью, то в данном случае, конечно, игнорировать не стоит, стоит наказать, но наказание должно быть адекватным, а не так, что муху поймали, а ощущение, что слона. Так что, поэтому здесь наказание должно быть, но оно должно быть все-таки с пониманием. Вот смотрите, то, что мы говорили о фрустрации, то есть как причине. Что же такое фрустрация? Фрустрация – это нарушение отцовской или материнской привязанности. К сожалению, если вы работаете практиками, то вы прекрасно со мной согласитесь, что таких сейчас семей, где, к сожалению, есть проблемы в общении, общение родителей с детьми крайне ограничено, оно носит характер неравноправия, невзаимоуважения, невзаимодействия, то есть они разобщены в семье. Поэтому, естественно, вот здесь как раз ребенок действует с целью привлечь внимание. И так как, в общем-то, вот это накапливается к началу школьного обучения, оно будет проецироваться в том числе и на педагога начальной школы или в старшей группе детского сада, когда воспитатель, по мнению ребенка, не обращает на него внимания или только его ругает, поэтому, естественно, что он тоже может сделать. Дело в том, что это может быть как акт мести родителям за то, что они не уделяют ему достаточно внимания. То, что они обижают его, делают ему больно, наказывают физически, да. То, что возникает вследствие вот этого воровства, что происходит? Родители шумят, кричат, наказывают, и ребенок понимает, что для того, чтобы выбрать, для того, чтобы родители обратили на тебя внимание, необходимо своровать. И тогда все я правильно сделал, и, соответственно, все прекрасно, все хорошо. Так. Сразу буду отвечать на вопросы, чтобы у нас было понятно, например. Так. Ограниченность позволенном достаточная причина для воровства. Например, еда, которая дорогая, никогда ребенку не покупается. Ну, я не знаю, какая сейчас еда есть дорогая, которая ребенку обязательно нужна будет, и он будет требовать этой еды. Если есть вообще фрустрация в потребности получать пищу, то там любая, любой вид пищи будет для ребенка недоступно воровать, да, потому что возможно такое, но здесь в большей степени не та недоступная шоколадка. Воруют они шоколадки, извините, сыпятся из них, они берут еще двадцатую и тридцатую, хотя дома лежит целая ваза. Воровство из-за голода это немножко другая ситуация. Голодный ребенок, он, конечно, пойдет воровать, потому что чувство голода это чувство, которое выключает практически все психологическое и оставляет только физиологию. Поэтому, естественно, что он будет брать еду, недорогую еду, потому что я, честно говоря, не знаю, какая еда шибко дорогая, и может при ребенке, потому что дети в плане еды далеко не гурман. А вся еда, которую они любят, она бывает очень-очень дешевой. Следующий вопрос. Мальчик в 15 лет ворует понемногу, придумывает все, продумывает все свои действия и слова, процесс длится 5 лет. Мать поощряет ребенок, сознательно идет на конфликт, отъяснение отношений, получает нескрываемое удовольствие. Что делать? Обращаться, Наталья Александрова, к психиатру родителям. И родителям, потому что они поощряют это, и ребенку, которому 15 лет, и который за воровство, кражи, грабежи, разбои может быть уже серьезно наказан вплоть до лишения свободы. Если это продолжается 5 лет, почему школа не инициирует отправление ребенка в специализированную школу, или хотя бы на лечение в психиатрическую больницу. Мне не совсем это понятно. Вот смотрите, воровство от безысходности как раз, да, так, правильно? Воровство от безысходности. Тогда, когда ребенок откупается от кого-то, раз, и тогда, когда у него есть какая-то зависимость, любая, я не буду уточнять, какая зависимость, любая зависимость, которая, ну, обязательно должна иметь определенную материальную базу. Поэтому, естественно, что в данной ситуации достаточно проблематично работать с таким ребенком. Единственное, что мы должны обязательно, вот как специалисты, если такой факт выявляется, если мы понимаем, что ребенка вымогали деньги, что ребенок играет где-то в игровые автоматы или что-то еще, но обязательно необходимо все-таки сообщить об этом взрослым людям, обязательно. И донести до всех детей, до всех родителей, что любые варианты буллинга, любые варианты травли в школе, во дворе, в семье, они должны быть рассказаны взрослому человеку. Лучше всего, если это будет сделано в присутствии социального педагога, психолога и родителей. Ну и вот желание самоутвердиться. Неразвитость нравственных представлений и воли. Дело в том, что здесь, скорее всего, могут такие дети сформировать проблемы именно из семей, где есть слишком уж много, скажем, послушания, обязательно выполнение всех требований, дисциплины и так далее. Но, естественно, что ребенку нужны новые ощущения, острые ощущения. А если это еще и заниженная самооценка, то проблема серьезнейшая возникает именно в самоутверждении. Появляется страх самовыражения. Вот ребенок идет за острыми ощущениями. Ему не нужна эта вещь. Но он считает, что таким образом, особенно если ему еще кто-то там советует это сделать, то, естественно, что он это обязательно будет делать. Следующий провоцирующий фактор или причина, как хотите, классовая ненависть. К сожалению, есть семьи, недавно мы разбирали случай, когда юноша был уверен, что если он не будет учиться в определенном классе, он не сможет получить хорошее образование. Хорошее образование ему нужно для того, чтобы убивать бомжей и нищебродов. Я говорю вам цитату из его речи. Причем это все очень эмоционально ребенок объяснял. Ну, не ребенок, это юноша уже. Вот. Все это было связано как раз вот с тем, что он не соответствует ожиданиям окружающих. он не может выразиться другим способом, но он таким образом. А если ребенок не может, вот вам, пожалуйста, и то, что в семье провоцируется, а там семейная была провокация, вот у этого, в эту область, в скул-шутерство, да, а здесь ребенок начинает красть. Причем, смотрите, он планирует это, вот как вы говорите, планирует 15-летний ребенок. Он все меры, я не рассказывала на одном из вебинаров, как мы слушали шести с половиной летнего преступника, который говорил вот следующее. Я с таким огромным ножом столовым пришел в школу, оказывается, он с этим же ножом был в детском саду. Как не увидели воспитатели, я не знаю, но вот спланированность, видите? Вот. И когда мы спрашиваем ему, а зачем ты, тебе нож-то такой большой, ты же порезаться можешь. А я хочу убить Васю. А зачем ты хочешь убить Васю? Потому что Вася меня достал. Ну, говорим, ну ты пойми, ты же в тюрьму пойдешь, если этот, кстати, тот же самый ребенок, который брал постоянно у меня в игровой комнате что-то забирал. Хорошо, Тимурик, а как же, вот ты пойдешь в тюрьму, маму тоже будут наказывать, а я перчатки одену, у меня следов на ножи не останется. Хорошо, а нож-то куда денешь, он же будет испачканный. А я Петя положу его в кроватку, а почему ты Петя-то, почему-то Петя. А Петя меня тоже достает, но меньше, чем Вася. Вот, пожалуйста, видите, то есть планировалось. К сожалению, вот эта ситуация закончилась тем, что ребенок сейчас не просто состоит на учете у психиатра, но и лечится там достаточно серьезно, обучаться в школе, он не может, перешел на домашнее обучение, ну, соответственно, естественно, что обучение у него крайне, крайне-крайне. Так, девочка, сейчас мальчик мальчик мальчик. Девочка 15 лет, никакие беседы не помогают. На вопрос, зачем, просто отмалчиваются. Беседы с респектором ПДМ, но по какому-то результату не привели, по мелочам продолжать свое как быть. 15 лет, извините, коллеги, это психиатрия. Это психиатрия. Если действительно это и незначительные кражи, и они совершенно необъяснимы, и ребенок не может объяснить, то есть они импульсивны, это психиатрия. Здесь необходимы уже определенные корректоры поведения, психотерапия необходима, но возможно, что это будет и лечение. Я учитель школы, детей с ООЗ, буквально вчера у меня в сумке один мальчик украл 100 рублей, другой 200. Детям 12-13 лет. Сразу была проведена беседа, но по их лицам не было видно, они этого больше делать будут или не будут. Ну, во-первых, седьмой вид, задержка психического развития. Кора формируется значительно позднее. Здесь я вам только могу порекомендовать, не провоцируйте детей на кражу. Сумку не оставляйте. В воровстве вот в такой ситуации виноваты оба. Тот, кто оставил, и тот, кто взял. Поэтому особенно, когда такие дети, дети, скорее всего, имеют серьезные интеллектуальные нарушения, поэтому я думаю, что здесь не провоцируйте их. Но с другой стороны, если даже вашей сумки не будет, они будут брать что-то другое. Беседы, беседы, но и они должны проводить лечение у неврологов однозначно. Мальчик состоит на учете в психиатре, а, это вот выше вы, да, Наталья, говорите, состоит на учете в психиатре, обучается по программе седьмого вида. Руководство смотрит сквозь пальцы, семья, социально. Психиатр игнорил обращение. ПДН не было. Ну, извините, обращайтесь, вышестоящие, Наталья Александрова, обращайтесь, пожалуйста, в РОНО, в ГУНО, в Министерство, потому что так нельзя. Ну, у вас есть вышестоящие, есть РУНО, пожалуйста, обращайтесь, напишите туда. Ну, это, конечно, прерогатива вашей администрации, но, тем не менее, этот вопрос можно решить. Так, 200 рублей вернули. Ну, хорошо, видите, 200 рублей уже вернули. Вот. Так что, пишите вопросы, я прочитываю. Так, по поводу классования, ненависти, все понятно. Буду воровать у более богатых. Идеальная семья. Это вот тот идеал внешности семьи, который, к сожалению, не всегда соответствует тому, что внутри. И дело в том, что, вот опять же, это протестное поведение ребенка, который, ну, слишком мы идеальные. Измените свое поведение, хватит уже слушаться, хватит уже по воскресеньям на велосипедах, я хочу на роликах, хватит в субботу идти в кино, я хочу в театр. А родители не слышат. У них есть определенный стереотип формирования и движения своей семьи. Поэтому он показывает воровством, что не все так благополучно в его семье. И, в принципе, ему там не очень хорошо. Ну, вот видите, они все врут, помогите мне. Месть, 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 ну, чаще всего ребенку, который как-то обидел меня, я долго, но, к сожалению, вот понимаете, обида, которая формирует вот этот акт месчения, она, дети не умеют ее прорабатывать, они не умеют просить прощения сами и не умеют принимать извинения другого человека, к сожалению, понимается. И вот это, к сожалению, приводит к тому, что вот эти моменты развиваются в нехорошую сторону и сторону правонарушений, потому что вещь может быть всякой разной. Она может быть дешевой, а другой стороны, она может быть такой дорогой, и родитель может потребовать в том числе материальную определенную компенсацию за это. Надо обиду проговаривать, обязательно обиду, потому что обида – это самый разрушительный момент, самый разрушительный момент в жизни человека. быть как всем. Это в тех семьях формируется, когда, вот вы спрашивали, Влад, что может быть, ну, вот я еще раз говорю, это в богатых семьях это чаще всего импульсивность вследствие воспитательных моментов, вследствие каких-то неврологических симптомов, вследствие конфликтной ситуации в семье. Как протестное состояние ребенка, а вот быть как все, особенно в подростковом возрасте ребенку необходимо, то есть ему очень хочется иметь те вещи, которые есть у большинства других. Это не значит, что это правильно, потому что в общем-то у ребенка должно быть свое мнение, он должен четко понимать, ему нужен такой телефон, ему нужны такие ботинки страшные. Я помню до сих пор, когда дочь у меня была в возрасте 13 лет, были такие специальные ботинки, гринберсы назывались, они обязательно покупались на 2-3 размера больше, они были жутко тяжелые, жутко страшные и стоили жутко дорого. Но мы тогда так, мама обрабатывала меня все лето, до осени мама, мне нужны вот эти ботинки, ну катастрофически. Я говорю, ну ты пойми, если я тебе куплю эти ботинки, больше я тебе покупать другой обуви, не буду, потому что это очень дорого. Нет, я честное слово не буду просить, буду ходить в этих ботинках. Она мужественно отходила всю осень и зиму и весну, но потом, в общем-то, она так категорически не говорила, что ей нужно быть как все. Здесь как можно протилактику осуществить? Ну, объяснять ребенку, если такая возможность есть, но если есть финансовая проблема, это могут быть в большинстве своем на семье неблагополучные, где финансовые проблемы серьезные. Поэтому мы объясняем ребенку, что быть как все не всегда нужно, не всегда правильно. Ну, и вот видите, за компанию. За компанию можно все. За компанию совершаются серьезные преступления, за компанию или по требованию группы убивается другой человек и многое, многое другое. Ну, вот о том, что я говорила, что воровство как прописка в этой группе, то есть для того, чтобы мы тебе разрешили быть с нами, ты должен своровать то-то и то-то. Но здесь единственная профилактика и единственная коррекция это оторвать ребенка из этой группы категорически. любопытство, приключения. Но ведь есть же фильмы, где, извините, тот же «Вабанк» посмотреть, да, польские старые фильмы, но очень интересные. Он комедийный, конечно, но дело в том, что как они воруют искусно. Естественно, что это приключения, это разряд приключенческого фильма. Если ребенок этим увлекается, то ему, естественно, захочется это повторить обязательно. но здесь и профилактика, и коррекция перенаправить, перенаправить действия ребенка туда, куда, в общем-то, где будут более продуктивно. Так, вопросы вы здесь, да, у меня задаете. Так, ну вот я буду читать. Так, Елена. А как можно еще действовать ребенку 6,5 лет таскать мелкие детали, игрушки других детей? И уже много раз возвращали, объясняли. Было наказание посидеть в углу, подумать, запрет на мультики, подскажите, пожалуйста, как еще можно воздействовать. Но подумать, это, конечно, громко сказано, 6,5 лет, он подумает ровно пару минут, а потом он будет думать о своем, это естественно, это однозначно. Подумайте, может быть, ему действительно чего-то не хватает, если он конкретно, видите, берет мелкие детали, игрушки, можете, посмотрите внимательно, использует ли он в дальнейшей игре эти мелочи, может быть, конструктор, ему не хватает этой детали, то тут объяснимо. То есть, надо, ну, просто в данной ситуации нужно просто купить ребенку конструктор с аналогичными деталями и так далее. Кстати, вообще, в этой ситуации новый конструктор надолго отвлечет его от воровства. и посмотреть, если это все-таки не целенаправленно, просто он берет ненужную совершенно вещи и не пользуется ее, ну, тогда нужно все-таки поговорить с психиатром, относится ли это вот к расстройствам поведения. Я вам могу сказать, что это своего рода защита ребенка, обращение к психиатру, потому что в 14 лет он будет наказуем за это деяние, понимаете? А если он будет наказуем, значит, это было серьезное изменение в его жизни. Поэтому, а когда все-таки психиатр установит, что это действительно уже относится к разряду расстройств, то в данной ситуации, конечно же, психиатр в этом случае будет писать свое заключение и проблема у ребенка резко снизится. ребенку 8 лет у скрала из кошелька 100 рублей и у папы из кармана 1000, значит, что накажет второй раз уже этот случай. Ну, информации недостаточно, я не могу вам ничего, Юлия, сказать, потому что информации должно быть побольше, в какой ситуации он украл, были ли какие-то явления буллинга, были ли какие-то куплены вещи на эти деньги, то есть посмотреть, куда он их истратил, понимаете, потому что, смотрите, если он взял 1000 рублей и истратил ее, например, на конфеты, угостил ребят, это одно, нужно объяснить, с какой целью ты это делал, то есть ты ребят вовлек в это же самое, если это, опять же, импульсивное что-то, если нет буллинга, если у него не вымогают деньги, потому что 8 лет возможен такой случай, зная, что его накажут, он больше боится тех людей, которые ему угрожают, к сожалению. Но это мои, как говорится, домыслы, чтобы домыслов не было, необходима информация. Добрый день, я работаю в детском саду, и очень часто детки таскают игрушки у себя в кармане домой, что с этим делать. Объясняю деткам, вот как раз детский сад, это то время, когда мы говорим, а что ты испытываешь, если твою вещь возьму, я буду плакать. А почему ты думаешь, что Петя не будет плакать, когда ты его машинку взял? Что, машинку можно было Петину взять? Нет. Петя, как ты думаешь, ты бы дал свою машину? Если бы он меня попросил, я бы ему эту машинку дал. Понимаете, то есть нравственное воспитание идет. То есть мы даем вариатор любой игры ребенку, и чтобы не было обид между Васей и Петей, мы таким образом сглаживаем эту ситуацию и неоднократно ее повторяя формируем вот эту нравственность у детей. Так, продублируйте. Что значит неблагополучные семьи? Ну, извините, Влад, это не сейчас, это не у нас. Неблагополучные семьи определения очень много. Вы и в прошлый раз не сворачивали тоже на обходные какие-то пути. Неблагополучие это разные вещи. посмотрите внимательно. Это больше социально-педагогические категории. Дальше. Я знаю семьи, где пятеро детей и живут они очень хорошо. А я знаю семьи, где один ребенок и ребенок, ну, в буквальном смысле недополучает всего. Так, девочка из третьего класса просила подарить мелкие кружки. Ей их не подарила, она их все равно украла. А для чего она просила мелкие игрушки? Вот здесь вот Валентина нужно посмотреть. Может быть, было бы правильнее дать ей эти игрушки, подарить ей эти игрушки, чтобы она не брала. Так. Ну, все, вроде бы на вопросы я ответила. Так. Добрый день, я работник детского сада, у меня в группе детки возраст 5 лет часто забирают, забирают все, не воруют игрушки из боку, в карманах, ну, это я уже отвечала. Посмотрите, что и как. И вот большой вопрос, да, в специальной литературе, что девят, демонстрирующие отклонения от НО, можно употреблять по отношению к ребенку не ранее 6-7 лет. Нет, я могу вам сказать, что я вообще о девиантном поведении как таковом отключающемся намеренно отклонения от НО, я в своей практике все-таки отношу уже подростков от 12 и выше лет. Это не значит, что 6-7 летний ребенок не может проверять демонстрирующее, демонстрируя отклоняющееся поведение от НО, но дело в том, что все-таки именно осознание и формирование определенных норм, рамок вот этих границ, оно происходит все-таки к этому возрасту. И мы можем говорить уже с этим подростком серьезно о нормах поведения. Знаете, поэтому правильно я поняла, что вы характеризуете поведение ребенка, если услышал правильно, правильно, как деликвентное, я вообще не говорила по деликвентной криминальное преступление, единственное, где я сказала, что воровство это право нарушения, это в самом начале, потому что право воровства, и почему я и говорю, аккуратнее обращайтесь с термином воровство, потому что не все, что берется, является воровством, поэтому я не характеризую его поведение ребенка, как деликвентное, вы неправильно меня услышали, потому что я об этом не говорила. Так, следующее у нас с вами желание утвердиться, об этом мы тоже с вами проговорили, чтобы показать себя, какой я, какой я, потому что других способов самоубеждения нет, нет его. Так, следующий момент. Протес, протест против многого, многого, против родителей, семейных правил, даже против традиций, против дисциплины в классе и так далее, и так далее, и тому подобное. В данной ситуации, конечно, во всех случаях, конечно, наказание должно быть, но оно должно все-таки быть соразмеримо с причиной, почему он так делает, потому что протест может, например, против родительского контроля, очень сильное наказание, серьезное наказание, поэтому каждый случай нужно рассматривать отдельно. Я вам даю общее представление, а не конкретизирую. Ну и частые ошибки в воспитании. Мы быстренько давайте посмотрим. Отсутствие последовательности воспитания, понятно, да, папа, мама, бабушка, дедушка, каждый свое. рак, лебедь и щука, да, несогласованность требований взрослых, один разрешает, другой не разрешает. Так, двойная мораль. Родители говорят, вроде как, в школе как говорят, вроде как говорят, что нельзя брать чужое, а родители внушают, а сами приносят то, что плохо лежит. И причем искренне радуются тому, что они это сперли. Время у нас. Ситуация вседозволенности. Ну вот, наверное, Влад, это к вашему вопросу, но не потому, что ему покупают, но не покупают дорогую. Это немножко другое. Здесь беру просто в большей степени, ну здесь несколько вариантов могут. Это или поведение, которое в семье уже культивировано, у ребенка, или это способ самоутвердиться, привлечь к себе внимание. Например, если он попал в какой-то коллектив, тут уже нужно рассматривать, потому что, конечно, одна причина никогда не бывает причиной окончательной. Тотальный контроль и за действиями и поведением ребенка. Ребенок совершил кражу. Чего делать нельзя? Нельзя истерику и скандал устраивать. Ни в коем случае надо все это очень-очень разумно. Нельзя лишать ребенка специально того, в чем он нуждается, из-за чего, собственно говоря, взял чужую вещь. Почему я вам порекомендовала купить ему, посмотреть, какие вещи все-таки он берет и купить ему в достаточном количестве. Три-четыре машинки небольших, купить хороший, недорогой конструктор. Сейчас очень выбор огромный. Есть маленький конструктор, есть большие конструкторы, ну, все, что угодно. Нельзя одобрять или проявлять безразличие. Реакция должна быть обязательно. Обвинять ребенка, если его вина не доказана. Здесь у нас четко должна действовать презумпция невиновности, как она везде во всем мире, собственно говоря, и делает. требовать от ребенка публичного признания и раскаяния, называть ребенка вором и постоянно ему об этом напоминать. Нельзя ни в коем случае этого делать. Дальше сравнивать с другими детьми. Влах, вы слышите не то, что я преступниками его не называла. Вы слушаете не очень внимательно. Я в прошлый раз на это обратила внимание. Вы делаете какие-то выводы не совсем непонятные. И вот этим вы отвлекаете. Я преступником ребенка не называю. Я не судья, чтобы назвать ребенка преступником. К сожалению, его преступником в определенном возрасте признает государственный суд. Потому что воровство это умышленное, преднамеренное взятие чужой вещи. А то, что я говорила преступник, я не могу сказать, что в каком-то контексте вы вырвали это и таким образом пытаетесь. Все-таки задавайте вопросы и не пытайтесь мои ошибки какие-то уловить. Так, сравнивать с другими детьми ни в коем случае нельзя. Ты такой же будешь преступник, вот я сейчас произношу это слово, ты вот много раз брал чужое, вот так далее и тому подобное. Нельзя, ни в коем случае, а вот и такой, ах ты папашу своего, ах ты дядю своего и так далее. Не требовать от ребенка клятвы о том, что это будет первая и последняя кража. Наверняка она, скорее всего, она не первая, но может быть и не последняя. Не обсуждать поведение ребенка в присутствии посторонних в данной ситуации, я имею ввиду людей, ни в коем случае, да, понятно, что это может быть и близкие люди, и социальный педагог, это обсуждается достаточно широко. Так, вот я брала это по материалам Штицына, маленькие воришки, и мои координаты, естественно, здесь. Сейчас я еще посмотрю вопросы, чтобы мне... Так, ребенок трех-четырех часто находит монетки на улице. Нужно ли заставлять ребенка не брать эти монетки, так как они чужие, или все же можно позволить поднять и забрать. Ну, вот в данной ситуации, честно говоря, не знаю однозначного какого-то этого. Можно, знаете, предложить следующее. Давай мы на эти денежки сейчас зайдем в магазин и купим семечки, и пойдем угостим птичек. Знаете, вот, то есть отвлечь его от того, что он взял эту монетку чужую, и сделать доброе дело, потому что, ну, скорее всего, этой монетки даже на семечки не хватит, и вы тихонечко дадите еще свои деньги, но тем не менее он будет, особенно маленький ребенок, 3-4 лет, он будет 100% уверен, что эта денежка пошла на пользу, потому что он накормил птичек, но не присвоил себе эти денежки, понимаете? то есть кто-то потерял, а я вот такую денежку истратил правильно, совершенно. Так, можно ли как-нибудь озвучить тему детской агрессии? У нас был уже вебинар про детскую агрессивность, причины, проявления и так далее, но уже в следующем будет сезоне. В ближайшее время, через 10 дней у нас будет ложь или фантазия, мы поговорим о том, когда ребенок лжет и как это одно от другого отделить, да? Потом на май я спланировала социально-психологическая готовность ребенка к школьному обучению, я думаю, что это многим будет интересно, и вот еще один вебинар, честно говоря, я забыла, как тема называется, ну, во всяком случае, будет еще три вебинара в этом сезоне, и я думаю, что я учту ваши желания насчет агрессивности, в следующем сезоне мы повторим, но не повторим, естественно, что я не люблю повторять, а что-то я посмотрю, какие-то аспекты. Как правильно объяснить ребенку, что компания плохо на него влияет, плохо на него влияет, и что не стоит с этой компанией иметь дело? Дело в том, что, вы понимаете, это уже коррекция называется, а профилактика это устои семьи, традиции семьи, нравственное воспитание ребенка, и когда он будет выбирать, он будет выбирать компанию в подростковом возрасте, то он уже будет понимать сам, что эта компания объяснить ему в подростковом возрасте, он только протестом будет реагировать на это, а в маленьком возрасте, ну, извините, друзья, выбирайте своему ребенку сами, это моя четкая позиция. Так, трансляция плохая, я не могу понять, почему, потому что все у меня четко, нормально, вот, вопросы все пожалуйста на почту, пожалуйста в WhatsApp, пожалуйста индивидуальные, если необходимы консультации, я вам напишу, какие нужны мне данные для того, чтобы ответить на ваши вопросы, и я думаю, что я смогу вам рассказать какую-то помощь. Так, эти игрушки приглашу в кабинет, чтобы играли дети, если я их буду раздавать. Знаете, что я, Валентин, могу вам посоветовать, вот то, что делала я, конечно, не всегда эти игрушки возвращались, к сожалению, но здесь можно следующий момент, что, во-первых, объяснить, что эти игрушки для всех детей, если ты заберешь, то не будет хватать для игры, когда ты придешь, потеряешь игрушку, можешь потерять, можешь забыть, эта игрушка не будет участвовать в игре. И второй вариант, я могу тебе эту дать игрушку, но до следующего занятия, в гости, но ты не обязательно ее принесешь, но это можно сделать только в том случае, когда вы точно знаете, что родитель, проконтролирует это обязательно, вот в этом случае можно, но не надо этим злоупотреблять, потому что действительно, если вы попросите, но родитель не проконтролирует, получим акт воровство, то, что нам не нужно. Еще вопросы какие-то есть у вас? Если вопросов нет, тогда я отключаюсь. Спасибо, подождите, нашего администратора, она вам еще дополнит. Спасибо. 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 .